Мы разработчики компании ОПТ. Программу, которую мы разрабатываем сейчас под целую систему Software Shots, называется мобильный платежный кассовый терминал. Собственно, это очередной клиент в рамках платежной почтовой системы, которую мы также разрабатываем. Поздравляю с вами. Ну, собственно, о проекте, значит, почтовая платежная система, мы уже разрабатывали, сказать, как для этого вред. Основное значение – это приемы платежей с населением в пользу поставщиков услуг, контрагентов. То есть в основном это коммунальные платежи, также муниципальные платежи, налоги, штрафы и так далее. Собственно, в данный момент у нас представлен вот такой набор клиентских приложений. Первоначально это были стационарные приложения в отделениях. Это модуль для системы Winpost. Сейчас в Winpost на смену приходит EAS OPS. И, соответственно, для него мы разрабатывали плагин для приема коммунальных платежей. Третий клиент – это веб-приложение. Ну, мы его не то себе ничего не стационарным мобильным. Вообще, его используют как стационарный, то есть контролеры уровня УФПС и также почтамтов имеют возможность получить отчетность и контролировать весь процесс приема-продяжения, загружать данные для контрагентов, администрирования и так далее. И три на данный момент клиентских приложения. Одно из них в данный момент функционируют уже в регионах. Это МПКТ на базе Android. Два других, собственно, находятся на стадии тестирования и пилонного использования. Это, соответственно, МПКТ на базе Windows, то есть это планшеты с обычной Windows. И, соответственно, МПКТ на базе Sampush OS. Сервированная часть, соответственно, у нас это веб-сайт, как я уже сказал, контроль, прием-палеже, отчетность, администрирование серых приложений и даже данных. Это же самый практический такой, представив общую структуру. Собственно, основной момент, это основное назначение системы. Клиентское приложение должно иметь возможность принимать платежи, соответственно. Это сводится к тому, что оператор имеет возможность сканировать штрих-професские танцы, либо заполнить информацию в урочном режиме. Затем найти оппонента, если контрагент, адрес которого принимаются платежи, имеет возможность онлайн-заимодействия, либо взаимодействия через погружаемые реестры. То есть контрагенты предоставляют реестры с начислениями Почти России, соответственно, они погружают в систему, используя веб-приложение. И, соответственно, мы уже дальше работаем с этой базой. Затем, опять же, оператор либо будет в ручном режиме, либо отсканировал в скитации сумма оплаты, показания приборов учетов и прочую информацию. Следующий этап – это печать фискальных чеков. И, соответственно, клиенты должны обеспечить гарантированную доставку платежей на серверах почтовой платежной системы. Серверная часть, соответственно, со своей стороны обеспечивает взаимодействие с контрагентами, то есть это, как я уже сказал, загрузка реестров, которые передаются контрагентами. Опять же, выгрузка в обратном направлении контрагентам информации о принятых платежах. Интеграция с внешними системами – это, соответственно, бухгалтерия, которая на почте России, и внешние системы типа ГИСГЭМП, с которыми организован шлюз взаимодействия. Соответственно, в сносерданной части есть большая система учетности, которая в разных разрезах позволяет контролировать принятые платежи. Ну, соответственно, администрирование и, так сказать, развлечения ролей. Это внешний вид на текущий момент комплекта. В данном случае обеспечивается поддержка контрольно-кассового аппарата АТОЛ и продолжается разработка поддержки аппарата Штрих-М. Ну, собственно, схема взаимодействия. Значит, собственно, почтарь он, который может на месте, придя к человеку, допустим, выдавая пенсию, как это случается у нас, когда-то, принять платежи с абонента. Дальше, значит, информация, которая принимается за принятые платежи, располагируется в локальную базу данных. И менеджер отложенных платежей у нас уже обеспечивает гарантированную доставку на сервере ОДЖИ. Так, ну, взаимодействие с контрольно-кассового аппарата принято. Обеспечено подбить драйвером, который предоставляют разработчики. Ну, также приложение имеет возможность выгрузки данных в КСМР. Это различные для отчетности, для разных контрагентов. Бывает, что можно получать файлы. Ну, собственно, базовые задачи, которые мы решали, это нам необходимо было реализовать приложение, аналогично тому, которое существует на Android в операционной системе. Соответственно, нам нужно было разработать интерфейс, разработать логику валидации элементов ввода, дабы предотвратить вероятные ошибки операторов. Опять же, интерфейс в данный момент мы ждем реакции, как бы от, в том числе от пользователей, потому что, так скажем, средний возраст на почте России, почтальонов далеко за 45. Поэтому не знаем, какая будет реакция. В данный момент приложение тестируется в центре тестирования почты России в санкт-петербургах. Следующая задача, соответственно, была взаимодействие с УАП-сервисом. Для этого вали библиотеку, уже СУАП. Для работы с XML мы, в данный момент, используем библиотеку или с SDE, но непосредственно сейчас, как у нас, это отбор в русских XML. В зависимости с локальной репоза данных, у нас стандартные SDK мы используем, но в перспективе, возможно, мы зайдем в какой-то более-менее подходящий УРН, который мы будем использовать. Для сканирования штрих-кодов используется портированная библиотека, и также встроенный SDK для работы с жалоскриптом и регулярными выражениями. Я дальше расскажу, для чего нам это нужно. Ну и последний адапт – это поддержка печати фискальных чеков на контроле консервных аппаратов и несколько производителей. Ну, для примера, прием платежа, как бы, естественно, главный мир в данный момент – это список контрагентов с поиском, то есть оператор находит нужного контрагента. Кабирая этого, открывается форма приятия платежа, где оператору необходимо обвести лицевой счет, либо отсканировочный код, и далее происходит поиск абонента на сербе. Здесь показан сценарий со сканированием штрих-кода и, соответственно, дальше результат поиска. Здесь сценарий приема платежа, как бы, раздвиг на шаги. На втором шаге мы выбираем просто период. В данном случае в третий шаг вооружаются, в смысле, вооружаются все услуги абонента, которые имеются, и оператор имеет возможность вести в сумму платежа, то есть сумму пени, и так далее. Далее показан прикор вручата, и итоговый шаг с информацией о платеже, где уже оператор проверяет, корректно сведенки с плечей, и нажимает кнопку «Платить». Соответственно, происходит печать чека, и платеж помечается, как необходимые отправки на сербе. Соответственно, для взаимодействия СОАП-сервисом, как я уже сказал, используется гранитика же СОАП, то есть возможные варианты решения будет либо ручная работа СОАП-запросами и ответами, либо объектная модель. Мы куколим объектную модель, мы генерируем себе этот кластер на основе ФСД, описая сервиса, и через них уже осуществляем взаимодействие с сервисом. Преимущество понятное, что мы минимизируем возможные ошибки в разработке, то есть это ускоряет разработку, креджер, ну и простота сопровождения. Работа с XSD-XML по сути та же самая задача, то есть, надеугодимо, имеют схему описания XML, по которой генерируются объекты уже по всех глинянских приложениях для выпуска файлов. Соответственно, мы выбрали видит XSD. Двух штрих-кодов. Опять же, так как клиентских приложений у нас несколько, для разных платформ, необходимо было разработать механизм, который позволял бы манифицировать описание правил на сбору штрих-кодов. Для этого мы используем JavaScript и малюрные выражения. То есть JavaScript используется для валидации входной строки, полученной при сканировании штрих-кода. Затем, опять же, JavaScript используется для преобразования при процессорах входной строки. Бывает, нужно, что нужно внести некие изменения. Например, в частный случай, это в штрих-коде лицовый счет зашли по обычным числам, а для поиска требуется, допустим, разделить его через дефицит, например, тогда в этом случае мы пишем пре-процессор. Далее после процессора входная строка разбирается с помощью регулярных выражений. На выходе мы получаем элементарь сбора, где объекта является в любую субъект. Собственно, все.